Всем привет, с вами Дико и в этом видео я расскажу вам о преимуществах и недостатках широкоформатных мониторов 21 к 9. Своим монитором я пользуюсь больше года, поэтому у меня есть что сказать. И начну я пожалуй с игру. Да, этот монитор действительно создан для игр. Углы обзора становятся намного больше, что позволяет вам лучше замечать противников. Когда большинство игроков будет видеть картинку такой, вам же станут доступны более широкие углы обзора. Моя модель имеет рождение 2560 на 1080. Это не 4К версия и поэтому каких-нибудь заметных просадок фпс я вообще не наблюдаю. Даже скажу так, если сравнивать этот монитор с моим предыдущим монитором формата 16 к 9, то разницу в частоте кадров я не почувствовал. И это при том, что раньше у меня была видеокарта 7870, на которой я собственно это и тестировал. Данное же видео я снимаю на RX 480. Но не во всех играх всё гладко. Большинство современных игр поддерживает этот формат. В том числе и киберспортивных, таких как Battlefield, Counter-Strike, Лига Легенд. Но есть некоторый процент игр, который по-прежнему отказывается поддерживать широкоформатные мониторы. И в таких играх вам придётся наблюдать чёрную рамку слева и справа. К которой, вероятно всего, вы быстро привыкнете и перестанете её замечать. Кстати, не советую вам брать 29-дюймовый монитор этого формата. Так как изображение на нём вам покажется очень маленьким, хоть и широким. И какого-то вау-эффекта вы точно не добьётесь. Также есть уникальная игра в своём роде, которая вроде как и поддерживает формат 21 на 9, но делает при этом это плохо. Это Overwatch. В этом примере я покажу, как это работает. Сейчас в моих настройках графики соотношение сторон стоит 21 к 9, и вроде бы всё нормально. Но давайте я поменяю его на 16 к 9 и посмотрим, что изменилось. Да, на изображении появились чёрные рамки по краям, но... Теперь мы можем видеть робота, курсирующего на верхнем этаже. И в таком случае формат 16 к 9 даёт вам преимущество. Таким образом, Blizzard как бы троллит людей с широкими мониторами и ограничивает их возможности. Объясняя это тем, что в киберспортивных играх это якобы читерство. Несмотря на то, что все другие киберспортивные игры так не считают. Настало время поговорить о фильмах. Поскольку большинство современных фильмов снимаются в формате 21 к 9, то смотреть их на таком мониторе одно удовольствие. Может создаться впечатление, что вы смотрите фильм в кинотеатре, при этом какие-либо рамки с любых сторон отсутствуют. Поэтому для фильмов такой монитор подходит просто идеально. Чего нельзя сказать о сериалах? Да, к сожалению, сериалы все снимаются для ТВ, а соотношение сторон ТВ 16 к 9. Это значит, что вам придется смириться с тем, что все сериалы будут с рамками по бокам. К этому, конечно, можно привыкнуть, но тут все индивидуально. На YouTube все в принципе так же, как и в сериалах. Но и в том и в другом случае можно использовать специальный плагин, который позволяет растягивать видео. Конкретно в данном примере, видео широкоформатное, и этот плагин будет как нельзя кстати. Название плагина – Ultra Wide Video. После его применения картинка всегда будет во весь экран, без рамок. Если же вы его будете применять к видео обычного формата, то будет происходить обрезка по верхней и нижней стороне, как с Overwatch. И в большинстве случаев это не очень приемлемо. Также формат такого монитора порадует вебмастеров, потому что делать отладку в браузере – просто одно удовольствие. При этом вы не жертвуете рабочим пространством сайта. То же самое и в работе с секвенсорами и с видеоредакторами. Вы сможете видеть больше, а значит вы сможете удобнее монтировать свои проекты. Самый популярный комментарий под любым видео про такие мониторы – это то, что вы будете вращать головой влево-вправо, и это как бы неудобно. Я использую этот монитор уже год, и за все это время я не нашел это неудобным. Я даже не замечаю, вращаю ли я головой. Поэтому это не аргумент. Самый, наверное, весомый аргумент этого монитора – это его цена. Цена, конечно, кусается. И не все могут себе его позволить, но те, кто могут, определенно останутся довольными. Ставьте лайк за это видео и спасибо вам за просмотр. С вами был Дико.